Доброе утро! Всем привет! Что аете так? Всем привет! О, крут! Тома уже одевается. Я больно, когда я не одеваюсь. А что у тебя болит? Кремень, когда я уже болею болит. У меня пальцы у нас болят, да, Дарина? Кстати, напомните папе заехать за легкопластырями. В школе ей легкопластырь поменять. В школе есть медсестра, там есть легкопластырь. Мне вот тогда надо, чтобы кто-нибудь ее сводил. Я свожу, я знаю где. А если ее не будет там? Действительно. Потому что она иногда приходит, а потом уходит. Потому что она же на две школы работает, да? На первую, вторую. Почему? Зачем ей на вторую? Потому что она детей тоже там лечит. Так во второй школе будет второй брать. Ну, ну чуть-чуть в голове, quasi слегка pasa. Иttw3aran не может влиять. Алина, так ты тоже ешь? Я банан ем. Это что такое? Кто последний, кто убирает со стола. Алина! А что не волнуйся? А что ты будешь убирать? Такое правило в семье. Когда я спала, у меня почувствовалось, что там уже бинта нет. Угу. Угу. Он уже отцепился. Ну, примерно вот такой ширины, чтобы так. Может, холодно, что ли? У папки все счеты красные. Давай точник одеваться. Приехала я в поликлинику. Сегодня у меня запись Томи на прием. Приехала, карточки нету. Они посмотрели по спискам. Наша карточка проверяет. Не знаю, кто проверяет, врать не буду. В общем, наша карточка Томина на проверке. Ну, поговорила я с нашим педиатром. Она говорит, вам по срокам в июне. Нам на прием по срокам в июне. То, что тут наши врачи приехали проверять. И она говорит, ну, они же не знают, когда вы были в последний раз. Поэтому, когда они смотрят, они там дают рекомендации. Там приехать тогда-то, тогда-то. Ну, и вот. Ну, нам по срокам действительно ехать в июне. Она говорит, ну, и придете, когда вам там ближе к июню. Поэтому Тому пока не поедет. Мы, скорее всего, поедем в мае. Потому что в июне мы уже как бы не можем туда на прием пойти. И сейчас схожу, пойду в взрослую поликлинику, спрошу насчет Веры Ивановны. Вышла с больничного или нет. Спросила в регистраторе. Вера Ивановна еще не вышла. Вот. И мне пишет, идите к заведующей. Вы понимаете, наша заведующая, она принимает как нервопатолог. Чтобы к ней попасть, нужно записаться на очередь. А это месяца на два. И, ну, что я приду? У нас что, прям экстренно это что-то? Или что? У Дариной сейчас носом все нормально. Немножко, конечно, разговаривает в нос. Вы знаете, я заметила, я иной раз смотрю канал, как он называется, что ли. Вот там, где все про ютуб рассказывает. Вот он капец как в нос разговаривает. Я сама иногда в нос разговариваю. Вот. Ладно бы я понимаю, если Дарине действительно прям срочно-срочно нужна была там операция, там еще что-то. Ну, как я приду к нашей заведующей и скажу, вот у меня такая блажь, я решила, что отправьте мою. У нее столько работы, и я так буду сейчас ей надоедать. Да я не хочу, не хочу. Не потому что мне, как многие пишут, если бы это кто-то другой был, а не Дарина, и вы бы побежали. Конечно, если бы это было очень серьезно, то, конечно, бы мы все побежали. Но сейчас-то это не так. Мне в опеку. Ага. Так. В общем, пока Вирваны нету, ну, заведующий, ну какой смысл? Ну, запишусь я к ней на очередь. Это будет через два месяца. К тому времени уж Вирвана десять раз выйдет, а идти и биться там об стену, что дайте нам направление в Красноярск с носом, хотя у нас и в больнице она лежала. И смотрел ее наш лор, когда еще был. И на поезд здоровья мы ездили, и аппаратом ей нос проверяли. Ничего у нее там в нос нету. Даже аденоидов, когда наш лор смотрел, он там просто смотрел через лентген. А на поезд здоровья она ездила. Ей же там специальным, да, специальным телевизором смотрели. Ничего у нее там нет. И, в общем, ходить и чего-то там биться к заведующей я не пойду. Пишите, что хотите. Нет, выйдет Вера Ивановна, съездим. Ничего страшного. И так же и с Томочкой. Ну, маленькая рост там, маленькая. Наш врач говорит, ну что вы сейчас... Ну, нету, во-первых, карточки. Во-вторых, у вас очередь, когда ехать к эндокринологу? В июне, в июне и придете. Чего бегать-то? Ну, действительно, мне как-то и неудобно даже. Бегаю, как тура, позорюсь только. Вот. Ну, и на Сашу, конечно, это... Я, по-моему, не помню, говорила, не говорила. Я уж тоже мне там писали, что после того, как сделают операцию, два месяца не читать нельзя, будет ни в школу ходить. Для меня это тоже не есть хорошо. В общем, не знаю, как это все будет происходить. Конечно, мне никто ничего не объясняет. Никаким образом ей будут делать операцию. Никто ничего... И ходить там все расспрашивать... Ну, я не так... не могу я так. Врач сказал, значит, врач знает, как это все делается, как это все происходит. И ходить выпытывать, как бы... Напрашиваться на... Да, напрашиваться на негатив я тоже не хочу. Ну, сами поймите, что кто без конца задает вопросы, не очень хорошо выглядит в глазах тех, кого постоянно расспрашивают. Вот, мы приехали в опеку. Пойду схожу. Нам присылали с Германии, а я совсем забыла. Вот это вот для белого белья и для цветного, чтобы не открашивала. Это чтобы белье было белее. Я получила и забыла. Ну, у меня вот здесь вот все, что для стирки необходимо тут лежит. Вот сейчас я там полотенце положила. Вы знаете, вот они красные, оранжевые красят. Футболку засунула тоже Томкину. Может быть, сядет чуть-чуть и не надо будет точно отрезать. Я еще не успела отрезать. Ну, сейчас вот попробую эти платочки. Папка на обед пришел. Это Димка, правда, не хочет. Дрова кололи. А мы сегодня пир на весь мир устроим. Купила я вчера курицу и оставила ее в холодильнике просто. Поэтому ее надо запечь. Но она не пахнет. Ничего, очень свежая, хорошая курица. А Настя тут картошки мне начистила. Боже, боже, будем есть три дня. Мама, я уже спросила, ты сказала, мало. Ну, ладно, как-нибудь сейчас попробуем это все определить. У нас щи есть. Борщ. Борщ. А, борщ. 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 И вот картошка сегодня будет. Картошка мелкая. Настя тут... Вот она вот такая. Вот. Чистила, 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 но начистила много. дарина пришла со школы конечно нет а лишника насти там никогда это игру кабачкова открыли в баночку наклади дарин тоже любит такую как это заготовки ты не любишь ты ешь же я икру не ела нет она вкусная все вот остальное вот так вот у меня курица получилась сейчас я ее фольгой накрою и мы поедем с папой за детьми уже и надо мне за хлебом наверное так хлеба не надо дима сегодня на работу не пошел помогал тут под колоть и в общем вот эти вот дрова которые у нас видим они сухие хорошие прошлогодние мы их вас освободил вот здесь вот место вот гараж в общем все сюда будем ставить перенесем сюда эти дрова а вот эти сыры сюда набьем надеюсь и чтобы вот тут вот не ставить папа так предложил ягу ну конечно двойная работа но опять же что делать нельзя эти сухие закладывать мы ими топимся в этом году поэтому поэтому пока вот эти будем перекладывать раздевайтесь раздевайтесь мы купили только хлеб там у нас есть вот такие печеньки не знаю по моему они давно лежат не стала много брать ой запотевает и взяли мясо мясо мы взяли чисто на фарш нужно там мясорубка стоит в общем перекрутим сегодня курицу среду куплю свежую курицу привезут среду сегодня не стала брать папа с димой картошку достают мы решили не 10 достать а 15 побольше потому что у нас очень быстро картошка уходит быстро вот сегодня целое ведро картошки начистили мелкой правда да пол мешка и ушло картошка уже готовы будет все покушать поможет а то мы тут стесняется да к нам пришла новая ляля настью и пугает говорит все у нас новая доченька как зовут такую красавицу кеша 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 мама сейчас наговорит молодец такая не плачет ой сколько игрочек так это ключа на пол пока не надо сейчас будет картошку доставать и это да да можно диван как бы не заболело то что дверь без конца разложить ага ну разложите диван ага у нас игрушек-то маленьких не осталось я все что было все пораздавала атома замерла все а ты стесняешься иди играй с маленькой лялечкой дом пойдешь женичка рассказывает сегодня был учитель на замене да юлия анатольевна она была но она часто на замене бывает юлия анатольевна подменяет учителей начальных классов если заболела и она также продленки еще ведет не но на вот ударе на юлия анатольевна вела продленку и также на подмене было всегда какая у тома прическа смотрите болтает такая красивая да все кушают картошку так вот она у нас получилось там еще щи есть я щи поела прям чуть-чуть кушайте кушайте все приятного аппетита доча спасибо да дай ты доме хотя у том и вон сколько мяса и вон тебе сейчас дадут на все кушайте кушать кстати молоко степетило сашенька налить тебе молоко никто даже не что-то там птичкам нарезал что-либо всех успевает кормить цветом нянчутся правда саша учеру занимается сегодня понедельник вот только учеру позанимается и все не буду давать сегодня были около аптеки и забыла зайти купить глицин хотя у нас где-то есть я обычно детям даю вот в начале учебного года где-то в сентябре октябре вы знаете как куплю они то забудут то примут то еще что-нибудь надо саше подавать она утром так поздно встает выходные дольше всех спит уснуть не может вот вчера положили их в 9 она отсыла минут 11 уснула поздно засыпает ну тут уже мне кажется ничего не сделаешь совенок женя всегда рано засыпала вот сегодня поздно тома ляжет может тоже до пол 11 крутится потому что она в садике высыпается тирана встает на их там спать как бы кладут из-за этого сейчас фаршу накрутим будет у нас котлетки свинину говядину купил тесси играешь с тобой играли холодно дочери не уходи и не води по земле по дому да вот папа у нас лялька валяется валяешься думаю холодно посуде не топили я думала ты про тонку говоришь нет я про кота он пришел он папкин кот ага папа фарш приготовил я сейчас перемешаю тут ни лук ни шлака ничего нету потом когда разморозится тогда только я добавляю дариночка пришла с танцев и хорошо не холодно алина уроки делает хотя у насти в комнате свободно она не спела дневник заполнила я вам что так тепло аж плюс 3 скоро а смотрите у вас как защищает копают прям коты они пришли все тут накопали мы нынче рассаду садить не будем если ничего с поездки не получится купим рассаду ну не купим может родным туда ну мало ли чё ну папа пить что-то выпит там так и ходит в этих бурках ну я я помню у нас когда я маленькая была там в классе наверно в шестом-седьмом училась или может быть даже пятом что это у нас в деревне учились 1 2 3 класс начальная школа а потом ехали в интернат учиться уже вот начиная с четвертого класса и скорее всего вот в классе четвертом пятом даже мода была на бурки войлочные я вот помню что буркин конечно не такие были магазинские войлочные ходили мы в таких так ладно уберу фарш зернечка будет кушать какую книжку там читаешь женичка покажи зорницу ой хорошая книжка я тоже читала вот мы с тома сейчас будем кто-то ее обидел она прибежала плакал мы с тома сейчас будем всех снимать да там туда садись ну давай давай пойдем вон слезки у маленькой девочки съездки устала сегодня понедельник дариночка посуду моет мясорубку помыла пойдем посмотрим кто еще чем занят это собакам выкинь это наверное стеша грызла да ну некоторые вещи мы не стираем некоторую посуду поэтому не моем пойдем посмотрим с тобой чем за сашенька занят ой саша постель стилит санечка милая давай я сама постелю а ты знаешь что мне сделай помоги вот стеша играла собери пожалуйста вот умница помощница моя а кто играл ты играла пойдем посмотрим чем алиночка занимается всем до свидания скажем а кого ты хочешь баранку ну пойдем альда бери санечка вот тут тоже еще игрушки валяются настя тут свое димкина стирала слушать теперь устали не дает слушать до конца и вещи перестали садиться вот доченька на полу валяется вот видишь нашла что там болит у тебя надо помазать сегодня ну пойдем посмотрим там фильм смотрите тоже скажи всем привет это городе и на ракете каталась и на маленьких американских горках это курск был посмотрю папа на канале там даже видео есть как ты каталась папа снимал выкладывал выкладывал мегагрин что ли называются да ладно говорите пока потому что мы сейчас будем ложиться спать дети сейчас почитают дариночка свет включи удобнее же когда включен свет а то в темноте вот говори всем пока так женщина говори всем пока а всем пока пока дома иди майкл а так ади пока матча это был телефон ой я уже и даже не знаю чьи это наверно то мы сейчас да том что переодевается в пижамку мы сейчас будем ложиться спать все дети чай попили за зубки почи ну все красоты мои говорите всем пока всем пока пока всем пока пока ты че саш плакала а че плакала иди сюда садись расскажи почему ты плакал папа читать заставляет папа читать заставляет да а ты не хочешь читать почему ты не хочешь читать ты же любишь читать надо читать хоть маленечко ничего такого сверхъестественного папа от вас не требует всего лишь 20 минут читать перед сном не будешь плакать ну все молодец а соберет и быстренько почитает вон как женька громко читает а саша еще лучше читает надо читать ладно не надо плакать это мамина лекарства ну все говори всем пока всем пока пока всем пока пока до свидания до свидания